Ага, друзья, запись пошла. Небольшими буду работать фрагментами. Очередной из них выглядит так. Это эксперимент века. Итак, вы видите перед собой семена. Какие семена, не знаю, еще не открывал. Ага, сейчас будем узнавать, для чего это надо. Итак, вот эти вот семечки или косточки, или сейчас начнем разрывать и бросать в воду, заодно читать. Они пролежали примерно 6 лет, плюс-минус год, от 5 до 7 лет, а может и 8. Они были не нужны, не востребованы. Для чего стояли, я догадался только примерно, да, сегодня утром, когда я с погреба доставал вот эти чудеса. Видите? ВК. Это прислали с Европы. Вот, с Европейской России. Вот. Видите? Здесь уникальная вещь. Здесь уникальная вещь. Вот. Потом будем замачивать и читать. Пока не разобрал почек такой у меня. Вот еще. Итак, перед вами в 4-5 пакетах самые уникальные семечки, способные жить в Сибири по особой методе. И в то же время они, это лучшая сорта из всего мира, скажем так, образно. Что будет чуть позже? Чуть позже будет следующее. Надо еще развернуть, проверить. Идете запись. А за ним посмотрите вот на самый ближний абрикос. Вот. Вот прям перед нами. Сейчас я его приблизю. Вот. Вы видите центральную ветку, центральная вертикальная ветка? Она не тронута. На нее будет привита абрикос, скелет. Это будет третий этаж. Потому что он и так сам по себе академик привитый на манжурца. Вот. Мощный рост. Вы видите? Этикальная ветка, она была двухметровая. Так. И она и будет отрезана почти полностью. А на нее привитый черенок, то ли от Макарова. Уж какой под руку попадется? То ли от Мезинова. Это два супер садовода из Европы. Мезинов, Брянская область, Макаров, Подмосковье. Вот. И вот с этого начинается еще один мой этап. Называется третья молдость Железова. Наверное, может быть, даже этот фильм я так и назову. Третья молдость Железова. Вот. Ну, а черенки, у них плоды до 150 грамм. Ну, верю таким ребятам, я верю. Один из них, сейчас я не вспомню, кто сказал следующее. Он сказал, что дерево, с которого были срезаны черенки 150 граммовых абрикосов, это за пределами даже моих мечтаний. Вот. Это дерево погибло. А черенки уже у меня. И он сказал, вы теперь, Валерий Костянович, ответственны за это, именно за этот сорт. Я принимаю ответственность. Куда деваться-то? Вот. Отменяю свою похорону. У меня много причин было уже несколько. Однажды я расскажу автобиографическую историю. Вы узнаете то, чего вообще секом не может быть среднестатистическим. Оно случилось, а я жив. Значит, судьба меня берегла. Или Бог сказал, погоди, парень, ты еще нужен. И вот теперь познакомим вас с этими. Как бы, даже еще не разворачивал. Я для чего их достал? Я все замочу, а завтра-поседавтра я их буду поривать. Смотрите, что сейчас происходит. А сейчас происходит следующее. До сих пор не наступила. Были оттепели, и немножечко-немножечко оттаяла земля. Посмотрите, что это. Видели? Это лед. Вот. Называть это весной можно с большой натяжкой. Поэтому сейчас мы занимаемся работами, которые нам доступны. Вот. Видите, я еще показываю. Вон там три холмика, а вот еще холмик. Это подпосадка. Дерево было. Вот. Перед самым ближним холмиком был уничтожен огромный абрикос. Его уничтожил я. Его уничтожал предыдущий хозяин. Мой. Мое дерево он калечил, калечил и довел до смерти. Вот. А я уже делаю подсадку. Вот он, этот пенечек перед ближним холмиком. Видите? А теперь все-таки о главном. Один из главных моментов. Испытание века. Итак, 6-7 лет пролежало в погребе вот это. Вот. Первая банка. Что я делаю? Смотрите. Они были цифицированы. Высохли годами со временем. Смотрите сюда. Взошли. То есть, а потом умерли. Не востребовано никем. А выкинуть несколько лет руки не заходили. Еще раз. Видите? И тут же рядом не проснувшийся. Видите? Вот он проснувшийся. А значит мертвый. Вот. И тем не менее я делаю так. Внимание. Все это опрокидываю в ведро с водой. Так. Дальше. Следующий. Если мы с вами не забудем об этом, мы вернемся к этой теме через месяц. Живы или нет? Вот что меня волнует. Были нормально цифицированы. были в сыром песке. Смотрю. Вот. Видите? Вот. Видите этот засохший корень, да? Значит, есть проснувшийся. А есть и спящие. Поэтому спящие мне интересно. Через столько лет зайдут или нет? Так глубоко эксперименты я еще не ставил. Вот. Еще объясню. Почему часть зашла, а часть не взошла? Первая проснувшаяся. Сейчас я опять попробую показать. Все-таки фильмы мои должны быть учебные. Вот я сейчас его расковырял. Расковырял. Вот они лопнувшие. Сейчас покажу какой-нибудь. Вот. 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 Видите? Это их хвостик. Он такой. И вот те, которые проснулись, а вот не проснулся целый. И вот не проснулся. А вот видите? Одни шкарлупки. Это проснулись. Что получилось? Сейчас еще покажу. Вот еще хвостик. Тут. То есть корешок засохший. То есть примерно обычно 2-3-5 всходят. Остальные нет. Причина, которую никто или многие не знают. Причина, что вот этим целеньким им не хватило влаги. Потому что объем мешочка вот этого только на пересылку. И все. А потом он должен быть перитарен более крупную тару с большим количеством песка. А значит влаги. Вот посмотрите. Видите? Хвостик. Вот они проснулись. Ну и умерли. Это благодаря вам, друзья. Вы не стали у меня их покупать. И хотя слава в моих садах идет. Но. Что мешает? Первое. Предупреждение. А в нашем краю растений будут. А в нас на весь район ни одного абрикоса. А знакомый Гринам сказал, что ни хрена все это тухта. Вот. Видите? Вот он. С хвостиком. Вот он. Видите? Остальные вот. Я еще надеюсь. И вот они проснулись и умерли. Вот только наклюнулись. Вот сейчас я раз. Разламываю. Разламал. А он уже мертвый. Давайте быстрее. Теперь. Потом возьмем все за другие семена. А. Что написано на бумажке? Минуточку. Китайка. Какая китайка? Так. Слева китайка. А дальше не видно. Сейчас на другом найдем. В пакете. В общем, наша задача реанимировать. Получится не другой вопрос. Китайка красная желтая. Ну, схожесть убедились. В каждом пакете зашло. Может быть, 3-5. Может, 6. Но не все. Почему? Еще раз говорю. Влаги не хватает. Так. Все. Закачивать будем. Еще 3. И посмотрим. Реанимируем. Попробуем посадить. И ждать результатов. Вот они. Вот видите. Всяко-разное. И с корешками, и спящие. Всегда получается. Ну, здесь 50 на 50. Вот. Видите. Только потому, что на всех не хватает влаги. А сам принцип сертификации у меня нормальный. Так. Все. Разобрали. Следующий момент. Я понятия не имею, что тут. Надпись есть. Здесь написано. Вишня. Волочь универсальная. Ну, я еще даже не знаю. Есть она там. Попробую вот так. Верхние слои нету. Главное, потому что отсюда брали на продажу. Нету. Нету. Пока ни одной. А мне же надо эксперимент оставить. Караул. Караул, караул. Неужели он пустой весь этот. Ой, как жалко. А вишня у него в костях-то и нету. Тут я пролетел. Ладно. Вишня волочная универсальная. Смотрите. Здесь они хранились все эти годы в сухом виде. Так. Вот так. А в сухом виде хранятся долго. Может быть, здесь я добьюсь успеха. 6-7 лет. И, наконец, последнее. Я же не знаю, что тут у меня есть. Это у меня с погреба как достали. Так она. Она переживала так. Промежуточный этаж в гараже. Это летом плюс 20. В жару 25. Сюда достает жара. А зимой до минус 10-15. Все это все эти годы переживала. Смотрим сюда. Хотелось бы сначала видеть в сухом виде. Вот. Они вот. Ох, тресценные косточки. Здесь песком минимум. А сверху лежат без песка. Поэтому, наверное, они не думали просыпаться. Ну, зато... Ой. Зато... Смотрим еще раз. Некоторые... Это... Раскрылись. Давайте смотреть. Некоторые даже полностью раскрылись. Давайте расщепнем. Ах! О, расщепнул. Нет, внутри уже... Уже гнилая. Все. Не получилось. Ну, и вот, после стольких лет. Я больше трех лет не хранил. Не проверял на схожесть. А надо было давно это сделать. А сегодня случайно ныти. Вот. Лежали они практически в сухом песке. Вот. Вскрывшиеся, мертвые, но тут мало таких. Все. Три ведра. Раз, два, три. Теперь я их, чтобы не мешали, ставлю под лавку. Ну, вот. Пробую мачивать буду долго. Дня три. А потом плотными-плотными посадками. Ну, и считайте, что мы один эксперимент продолжаем. Если взойдет хотя бы каждое десятое, это гигантский успех. Это значит, что мы можем обеспечить долгое хранение. Если хранить специально. Видели, там у меня получили в сухом виде и в полусухом. Вот. Вот.